Римлянам 11.32. Объясните, зачем Богу заключать нас в непослушании, чтобы потом помиловать. Вот это слово «заключил в непослушании» не означает, что Бог привел нас в непослушание, как бы заставил нас не слушаться. Это слово означает «Он показал нам наше непослушание». Чтобы мы увидели свое непослушание, Он послал закон. Через закон человек увидел свое непослушание, стал горевать по этому поводу, просить прощения, и Бог помиловал. Если бы человек не увидел свое непослушание, ему бы не в чем было каяться, хотя он бы все равно был грешником. Вот в этом и есть величие Божьей милости к нам. В чем смысл и сила исповедания? Друзья, это важная записка. Так, дети, мальчики, девочки, пожалуйста. Но когда вы балуетесь, вы никакие не подростки. Тише. Вот это важная записка, потому что иногда слышатся такие выражения, что исповедание не нужно. На самом деле исповедание дает огромную победу. Исповедание, один человек сказал, что исповедание – это подвиг нашей души. Когда мы действительно идем на подвиг, чтобы исповедать, признать, вслух открыть наш грех. И это действительно очень сильный способ помощи, духовной помощи. Поэтому ни в коем случае не пребрегайте им. Это Бог исповедующего прощает. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас грехи наши. Это самый простой способ получить духовную свободу от какого-либо греха. Как можно приобретать друзей богатством неправедным? В этой притче, друзья, вот эта притча о неправедном управителе, там написано, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Что подразумевается под богатством неправедным? Все, что мы имеем. У нас есть время, у нас есть какие-то средства, деньги те же самые, у нас есть таланты. На что мы их обращаем? Мы обращаем на то, чтобы для себя самого жить, эгоистично, или мы обращаем это на пользу другим людям, через это приобретая друзей. У меня есть средства, я могу потратить их, чтобы помочь кому-то, через это я приобретаю друга себе. Это неправедное богатство, потому что оно не относится к праведности, оно просто мирское, обычное земное богатство. Но как мы его используем? Христос, он предлагает использовать все, что мы имеем, для того, чтобы приобретать себе друзей, чтобы иметь с ними хорошее отношение, но не просто себе друзей, а для Царства Божия, то есть направлять их к небу. И впоследствии эти друзья, они нам помогут, когда мы ослабеем, нам будет трудно, они примут нас, то есть помолятся о нас и так далее. Так, почему в нашем братстве нет миссии, распространения, распространяющих разные страны, почему есть миссии? Есть, я не могу подробно рассказать, это долго, но миссии, конечно, есть. Я покаялась, но у нас, у меня нет чувства, что если придет Бог, Он возьмет меня к себе. Почему? Вы знаете, чувство не обманчивое. Чувство может быть, чувство может быть не быть. Поэтому здесь важно не чувство, которое может прийти, а может не прийти, а важно вот наше отношение к Богу. Если мы знаем, имеем сознательный грех, его надо исповедать. Если мы ведем чистую жизнь, исповедуемся, живем духовной жизнью, то даже если чувства нет, оно потом придет. То есть здесь важно не чувство, а важно наша жизнь. И за чувством гоняться сильно не нужно. Так, дядя Денис, скажите свой полный адрес, чтобы я могла писать вам письма. Ну, подойдите, скажу, пишите письма. Мне многие люди пишут, так что я буду рад. Почему объявляют, так, это неинтересно. Так, прощает ли Бог неисповеданные грехи? Друзья, да, бывает, прощает. То есть если вы оставили грех, он вас не мучает, никаких последствий нет, грех прошло и все, и как будто забыли, да и хорошо. Но если грех беспокоит какие-то последствия греха, или вы не можете победить, здесь нужно обязательно исповедоваться. Или грех был такой, ну, тяжелый грех, тоже нужно исповедоваться. Дядя Денис, вы очень строгий. Ну, так стараюсь. Репетирую каждое утро перед зеркалом. Вот, нужно ли вести дневник и полезно ли это? Мое личное мнение, что да. Прекрасно вести дневник. Я веду дневник и считаю это очень здорово. Но кто-то не ведет и тоже не сильно страдает. Но если будете вести дневник, будет вам хорошо. Ну, в смысле, потом почитаете, что было раньше, и вам будет интересно. И вы сможете научиться излагать свои мысли. Это тоже очень важно. Но еще пара записок, и уже все, больше записок не будет. Обязательно ли человек при покаянии получает рождение свыше? Да, чаще всего да. Но не обязательно, конечно, бывает исключение. Человек покаялся за компанию. Знаете, ну, пойдем покаяемся. Конечно, в таком случае не будет рождение свыше. Но при искреннем покаянии, конечно, да, чаще всего Господь отзывается на нашу молитву своей благодатью, посылая нам рождение свыше. Скажите, пожалуйста, что значит крещены для мертвых, о котором говорит апостол Павел. Это послание к Коринфянам. Написано, что делают крестящиеся для мертвых. Неизвестно, что имеет в виду апостол Павел. Неизвестно. То есть этот текст не расшифровывается, в других текстах священописания об этом не говорится, и исторические сведения об этом тоже крайне скудны. Поэтому мы сказать не можем. Это сложный текст священописания, который непонятен.